Дорогие друзья, в сегодняшнем послании я бы хотел развить из очень важного места Писания, о котором говорит апостол Павел, который считается достаточно сложным. Мне кажется, здесь есть очень важный и интересный смысл для нашей христианской жизни. Второе послание Коринфянам, 12 глава. Апостол Павел говорит о неком человеке, которым бы он мог хвалиться. И этот человек, который был восхищен в рай, слышал неозреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. И он пишет, таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, только немощами моими. Впрочем, если я захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И дальше апостол Павел говорит достаточно сложную тему, о которой сегодня многие спорят до сих пор. Что же это значит? Что же именно имел апостол Павел в виду? Здесь говорится, чтобы я не превозносился, чрезвычайностью откровений дано мне жало вплоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Павел говорит, что в его жизни есть некая проблема. Эту проблему он называет жалом вплоть. Он говорит, что это жало вплоть, это ангел сатаны. Это жало вплоть в виде ангела сатаны удручало Павла. И апостол Павел говорит, что я думаю, что это дано мне для того, чтобы я не превозносился. Я думаю, что это жало вплоть настолько удручало Павла, что приносило огромный дискомфорт в его жизни. И поэтому написано, что он трижды просил Господа о том, чтобы Господь удалил это от него. Но Господь сказал, довольна для тебя благодатью моею, ибо сила моя совершается в немощи. Итак, была некая немощь в жизни апостола Павла. Вы знаете, очень интересный отрывок из Писания, который породил массу, дал почву для рождения масса споров. Потому что одни люди говорят о том, что апостол Павел болел серьезной болезнью. Даже рождена такая версия, что, скорее всего, у апостола Павла что-то было, какие-то проблемы серьезные с глазами. Потому что, когда, будучи Савлом, он шел по дороге, чтобы арестовать христиан и подвергнуть их серьезным гонениям, когда Иисус Христос встретил Савла, он ослепил его. И мы знаем, что несколько дней Савл ничего не видел, пока некий муж Божий Анания не помолился за него. Кто-то говорит, что у апостола Павла что-то было связано наподобие современной базедовой болезнью, когда очень сильно глаза, они просто как будто выходили из него, и как будто они были такими большими, и что вид у него был такого немощного человека. Но это все различные версии. Мы не видим этого в Писании. Когда мы не видим каких-то моментов напрямую в Писании, мы должны размышлять из Писания. Вы знаете, мне не кажется, что это один из самых сложных вопросов сегодня, потому что, наверное, не так важен ответ на вопрос, что же именно, что же такое жало в плоть, и что именно является жалом в плоть. Давайте немножко абстрагируемся от этой ситуации, скажем, что это некая существенная проблема в жизни апостола Павла, которая приносила ему дискомфорт. «Трижды просил я у Господа». Вы знаете, может быть, это и болезнь, а может быть, и не болезнь. Даже люди, здоровые сегодня, не имеющие хронических болезней, они не застрахованы от проблем. И сегодня я хотел бы сказать, что очень актуально и интересное место Писания, потому что у каждого человека, наподобие того, что пишет апостол Павел, есть свое жало. То есть это есть некая неразрешенная, серьезная проблема, о которой ты, может быть, несколько раз просил у Господа, чтобы Господь удалил, а она не удаляется. И это то, что заставляет нас разочароваться, толкает нас на то, чтобы махнуть на все рукой, опустить руки, разочароваться, разувериться. Это то, что ворует наш мир и приносит огорчение нашему сердцу, нашему сердцу. Самое тонкое и уязвимое в нашей жизни – это сердце. Вот почему Писание говорит, больше всего хранимого храни сердце, потому что из него источники жизни. Мы видим, что когда Иуда принял решение предать Иисуса, написано, что Сатана вложил в его сердце, сердце. «Сердце человека глубокие воды, но разумный вычерпывает их». Сердце – это та область, которая может даровать нам радостную жизнь, и это та область, в которой может зародиться много огорчений, разочарований, неразрешимых моментов. Вы знаете, обращаясь к этому отрывку, где апостол Павел говорит о жалово плоти, я бы сейчас не хотел анализировать и докапываться до истины, что же это такое жало, потому что мы не жили в это время, и мы можем только руководствоваться какими-то версиями. По большому счёту до конца никто из нас так и не сможет доказать и быть уверенным, что именно вот это является жало, именно об этом говорил апостол Павел. И я думаю, что это несущественно. Существенно состояние самого апостола Павла. Смотрите, я вижу человека с очень смирённым и сокрушённым духом. Я вижу человека, который не разочарован. Он говорит, что я понимаю, почему это жало воплоти в моей жизни. Я понимаю, почему я трижды молил Господа о том, чтобы он удалил это жало от меня. Но Господь сказал, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотней буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Хвалиться немощами, чтобы обитала сила Христова. Мы не проповедуем сегодня немощное, слабое, беспомощное христианство, но сила великого Бога, мощь Господа, способность Бога действовать в наших жизнях проявляется на нашем банкротстве. Я очень часто люблю говорить, что ключевой точкой отсчёта любой христианской жизни, началом любых чудес является ситуация, когда мы опускаем руки. Когда мы говорим, что Господь, я так много сражался за эту ситуацию, я так много пытался провести здесь своих усилий, я что-то пытался делать своими человеческими силами, мои человеческие силы на исходе. Дорогие друзья, самая сильная молитва – это молитва, когда мы сдаёмся перед Господом и говорим, Бог, у меня ничего не получается, и если ты сейчас не придёшь, и будет полная катастрофа. Я так сильно нуждаюсь в Тебе, Господь, я так сильно нуждаюсь в Твоей силе и Твоей мощи. Я немощный, я банкрот, я неспособный. Это ключевая точка начала взаимоотношений с Богом, друзья мои. Если вы рождены свыше, если вы знаете Господа, вы помните, что Бог начал совершать самые великие и серьёзные дела, движение Божье в вашей жизни началось тогда, когда вы капитулировали, когда вы сдались, когда вы признали, что ваши собственные пути не привели вас ни к чему хорошему, что в вашей жизни не произошло ничего доброго, что вы из-за того, что пытались жить сами по своему уму, не руководствуясь Божьей истиной и не полагаясь на Бога, вы высохли, вы сдались. Вы знаете, я очень часто говорю и люблю говорить такую фразу, что чудеса происходят тогда, когда есть проблемы, но большое чудо, глобальное чудо происходит тогда, когда чудеса невозможны. И вы знаете, я верю, что когда мы сдаёмся перед Господом, признаём свою несостоятельность, когда мы признаём свою немощь, тогда начинает обитать сила Христова. Вот почему апостол Павел говорит, я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. В данном случае я не могу не привести в очередной раз яркую иллюстрацию Ветхого Завета Авраам и Сара. Авраам и Сара были бесплодны и были уже в летах преклонных. И очень интересно, что они были бесплодны и неплодны, но потом произошла следующая ситуация, обыкновенная, что у женщин закончилось. То есть Господь вёл их в такую ситуацию, когда они в принципе уже не могли родить. И именно в этот момент происходит чудо. Именно в этот момент Господь являет большое чудо. Чудеса происходят тогда, когда происходят проблемы, но большое чудо происходит тогда, когда чудеса невозможны. И именно тогда, когда уже ничего не оставалось ждать доброго. Именно в этот момент Авраам и Сара совершают очень большую ошибку. Они рождают то, что мы часто говорим Измаила. Они пытаются проблемную ситуацию решить человеческими путями. Дорогие друзья, никогда сила Божья и никогда мудрость Божья не будет действовать в нашей жизни, когда наши проблемы мы пытаемся решать сами, полагаясь на свой собственный разум, полагаясь на человеческий опыт, полагаясь на человеческие усилия. Божья сила действует там, где есть человеческая капитуляция собственных сил, когда есть полное осознание собственного банкротства, немощи, непонимания и каких-то ещё важных моментов, когда мы буквально капитулируем перед Господом. И вот в этом плане я понимаю, что апостол Павел пытался проявлять веру, он был мужем веры, он увидел разные чудеса. Мы знаем даже впоследствии, уже в последних главах книги «Деяния апостолов», когда произошло кораблекрушение, апостол Павел знал, что это произойдёт, они все спаслись, и они были на острове, и их угощали, принимали туземцы. И когда они сидели у костра, то большая ехидина, то есть змея, то есть гадюка на нашем языке сегодня, она пыталась укусить его, но он стряхнул её просто по вере, и ему это ничего не повредило. То есть апостол Павел видел лицом к лицу смерти, было время, когда уже думали, что его убили, а он не был убит камнями, и встал, и пошёл. Апостол Павел, человек, который видел много чудес, не имел способности освободиться от этого жала во плоти. Поэтому меня здесь волнует больше ничем является жало, а реакция, состояние апостола Павла и его сердце. Вы знаете, мы также видим яркую ситуацию Иова, это книга Иова в Ветхом Завете, когда Господь очень сильно благословил этого человека, и этот человек был для Бога очень близким, родным. И когда в начале книги Иова говорится о том, что пришли сыны Божии, и среди них пришёл сатана, то Бог прежде всего стал говорить именно об этом человеке. И Бог, обращаясь к сатане, говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова, на праведного человека. И сатана, он клеветник братьев наших. В Писании говорится, что он всегда клевещет. Он стал клеветать на Иова. Он стал говорить, да, но ты понимаешь, Иов он счастливый человек, у него всё классно, потому что у него всё получается в жизни. А ты отними от него эти благословения, что потечёт из его сердца. Вы знаете, дорогие мои друзья, мы очень много принимаем доброго от Господа. Когда произошли серьёзные трагические события в жизни Иова, у него погибли дети, у него сгорело всё имущество, и он покрылся очень серьёзной болезнью. Его тело, оно просто гнило, он изнывал от боли. И вы знаете, у него ещё была одна проблема. Этой проблемой являлась его жена. Я не знаю, что это был за человек, но такое чувство, что она не имела отношений с Богом, она не была праведной или богобоязненной женой, потому что она говорит очень странные вещи Иову. Она говорит, похули Бога и умрёшь. И тогда Иов говорит, как я могу это сделать, у безумной женщины. И если мы принимаем от Господа доброе, то как мы не можем принимать от Господа плохое? Это я не проповедую сейчас о вере в негатив. Я не проповедую сейчас о вере в неправильные и плохие вещи. Я говорю о том, что нам очень важно хранить своё сердце и реагировать на разные ситуации. Дорогие друзья, я глубоко убеждён, что очень часто причиной каких-то ситуаций, проблем, какой-то немощи, каких-то неразрешимых ситуаций в нашей жизни является желание Господа испытать нас, проверить нас, проверить наше сердце, изменить нас, чтобы мы могли быть более эффективными, чтобы мы могли иметь большую силу Господа, чтобы мы не полагались на разум свой, не полагались на свои силы, не полагались на свои способности, но чтобы привести нас в состояние большей, серьёзной зависимости от Господа Иисуса Христа. Я думаю, что одним из ключевых секретов успеха Господа является полная зависимость от Него, полная зависимость от Его силы, упование на Господа. Страх Божий, он также выражается и в том, во многих вещах страх Божий выражается, но также он выражается и в том, чтобы иметь зависимость от Господа, не надеяться на себя, понимать, что если Бог не придёт, если Бог не благословит, если Бог не исцелит, если Бог не даст ответ, то ничего не получится. Поэтому самое тонкое и уязвимое, самое ранимое в нашей жизни является сердце. Нам очень важно хранить наше сердце, особенно когда мы проходим какие-то трудности. Вот почему апостол Павел говорит, не ожесточите сердец ваших. Вы знаете, когда мы встречаем некое жало вплоть, наподобие того, о чём говорит апостол Павел, нам очень важно начать ещё больше активно искать Господа. Уникальность апостола Павла заключается в его адекватной оценке проблемной ситуации. Вот то, о чём я сегодня в основном хочу говорить, и это ключевая мысль моего послания. Итак, то, что причиняет нам боль, то, о чём мы просили много раз, но это не изменяет ситуацию, это и есть жало нашей жизни. И здесь может быть не только болезнь. У кого-то не прекращается годами болезней, хотя Бог вроде бы много болезней-то исцелил в твоей жизни, и вроде бы как есть очень много серьёзных свидетельств, а это никак не проходит. У кого-то под жалом плоти есть серьёзные длительные семейные проблемы, у кого-то то, что нету детей. У всех получается, и мы видим сегодня очень много каких-то таких серьёзных свидетельств, когда неплодные семьи рождают детей. Но, допустим, вы молились много раз, и вы верили в чудо, и вы провозглашали это в своей жизни, но это у вас не происходит. И у кого-то вопрос брака, потому что вы, может быть, много лет ходите в церковь, и вы просто не можете выйти замуж или найти себе жену. И опять же, у кого-то это нескончаемые финансовые проблемы, у кого-то дети освободились от наркотиков, а у вас они не освободились от наркотиков. И вот это жало. Но я хочу сказать, что жало – это не проклятие, дорогие друзья. Жало – это часто благословение. Почему? Потому что очень важно понять, что эта ситуация, она не дана нам для того, чтобы разрушить и убить нас, а эта ситуация призвана закалить и изменить нас. И если мы возвращаемся к праведному Иову, мы видим, что серьёзная череда жизненных обстоятельств, она не сломала его. Она, наоборот, воспитала в нём веру. И мне нравится совершенно позитивный, совершенно очень хороший финал книги Иова, в финале, когда говорится, что Бог благословил его больше. Он дал ему много сыновей, дочерей. Он дал ему большое имущество, благословение. То есть он всё компенсировал. Дорогие друзья, когда мы с уверенностью, когда мы достойно проходим самые сложные ситуации в нашей жизни, когда мы не позволяем похожим жалам по плоти разрушить нашу веру, ожесточить наше сердце, сломать нас, мы приходим к очень благословенному и серьёзному финалу. Вы знаете, если мы посмотрим Писание, то многие люди, которые используемы Богом и у которых имели тесное отношение с Богом, у каждого из них была какая-то похожая проблема, которую можно назвать жалом во плоти. Мы знаем, что Моисей, Божий человек, которого Бог мощным образом использовал, чтобы вывести народ израильский из Египта, человек, который увидел много казней фараона, который был свидетелем и который посылал серьёзное слово фараону, чтобы фараон отпустил Божий народ, чтобы он не ожесточил сердце своего, который был достаточно серьёзным духовным человеком, имел личные отношения с Господом. Моисей заикался, у него была очень серьёзная проблема. Мы знаем, что Давид – это человек, который поклонник Бога, но у него также были сражения со грехом, он совершал серьёзные ошибки, также у него была проблема с Милхолой, дочерью Саула, и также у него были серьёзные проблемы с детьми. Он где-то упустил детей, мы знаем, что там целая трагедия разыгралась, и мы знаем, что всё началось с изнасилования Фомари, потом Ависолом, он попытался разрешить это своими человеческими усилиями, поднялся потом против Отца, и была очень серьёзная проблема. Мы видим, что у многих Божьих людей была какая-то существенная ситуация, которую мы могли бы назвать жалом плотью. И у апостола Павла, благословенного человека, который имел серьёзное помазание, который написал много книг Нового Завета, совершил много путешествий миссионерских, основал много церквей, воспитал много учеников, у него было некое жало. У каждого своё жало. И часто из-за этой проблемы, из-за этого жала, дьявол пытается разрушить нашу веру, пытается принести ложь в нашу жизнь, пытается нашептать нам какую-то ложь, и сказать, что мы неудачники, что у нас ничего не получается, что все люди нормальные, а мы нет, что все люди способные, а мы нет. И мы чувствуем себя в этот момент некими гадкими утёнками, людьми, которые ущербны. Вы знаете, вот эта ущербность — это то, что вообще сатана очень часто хочет навязать нам. Это дьявольская, демоническая ложь сатаны, потому что Бог никогда не видит нас ущербными. И меня восхищает состояние апостола Павла. Он не чувствует себя ущербным человеком. Более того, он не ломается, у него нет ропота, как у Иова также, у него нет огорчения. Он говорит, я три раза пытался эту проблему решить, но вы знаете, Господь дал мне откровение. Духовный человек получает откровение на любую проблемную ситуацию. И если эта проблемная ситуация не разрешается, то достаточно часто знать от Господа, почему Бог может сказать, что это до времени, или Бог может объяснить, почему мне это не нужно. Вы знаете, не все молитвы отвечены. Мы можем молиться тайно, и мы можем молиться явно, мы можем просить кого-то согласиться с нами в молитве. Много может усиленная молитва праведника. Мы должны молиться до тех пор, пока не получим ответ. Но мы должны четко понимать, что как мы, мудрые родители, которые видят больше, чем наши дети, мы не разрешим детям делать все, что они хотят, ради пользы их здоровья, их жизни. Также и Господь не всегда будет благоволить во всех наших желаниях и во всех наших молитвах. И очень часто, вы знаете, одним из ключевых, важным частью плода Святого Духа является терпение. Терпение – это доверие Господу. Когда мы не пытаемся из-за своего нетерпения или из-за своего очень сильного желания приблизить Божье благословение, сделать все по-своему, как это сделали, я уже говорил об этом, Авраам и Сара, они проявили нетерпение к Божьим обетованиям. Они не ожидали исполнения Божьих обещаний в страхе, трепете и в смирении. Они пытались это приблизить. И так терпение дано нам для того, чтобы сохранить веру, для того, чтобы побеждать нам в разных ситуациях. И часто Господь, может быть, и будет допускать, я бы не сказал, что посылать, но допускать такие проблемные ситуации, которые можно условно назвать жало воплоти, которые бы воспитывали в нас терпение, которые бы воспитывали и закаляли в нас волю. Это неразрешенные вопросы, в которых мы, может быть, очень сильно уязвимы, но во время которых Господь разбирается с нашей гордостью. И гордость – это еще одна тема. И апостол Павел, он говорит, «Я трижды просил Господа, но Господь сказал, Павел, довольна с тебя благодатью моей, потому что есть опасность, что ты можешь возгордиться». Гордость – это самое опасное в жизни христианина, что может мешать Богу и Святому Духу двигаться в нашей жизни. Гордость способна останавливать помазание. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Из-за гордости человек может очень много терять. И вы знаете, в заключение, чтобы иметь более полную картину, я бы хотел прочитать то же самое местописание о жалобоплоти, но в новом переводе. Это одна из версий нового перевода, которую я бы хотел использовать. Это современный русский перевод российского библейского общества. Давайте прочитаем то же самое, но именно в этой версии. «Ведь даже если я захочу похвалиться, то не буду говорить как дурак, а скажу чистую правду. Лучше воздержусь, иначе кто-нибудь решит, что я лучше, чем кажусь ему, когда он видит меня или слышит. Мне ведь были такие откровения. И потому, чтобы я не заносился». Бог дал мне занозу в тело. Ангела сатаны, он меня колотит, чтобы я не заносился. Здесь говорится о некой заносе в теле. Да, может быть, это близко к физическому самочувствию, или это опять же какая-то ситуация, которая колотит. Знаете, в нашей жизни действительно может быть много проблемных ситуаций, которые колотят нас. «Трижды взывал я Господу, моля избавить от Него, но Он сказал мне, «Достаточно тебе моего дара, ведь сила сильнее всего проявляется в слабости. И вот мне всего приятнее хвалиться своими слабостями, чтобы обитала во мне сила Христа. И поэтому я доволен, когда я слаб, когда меня оскорбляют, доволен лишениями, гонениями, горестями ради Христа. Ведь когда я слаб, лишь тогда я силен». Итак, жало воплоти – это некая проблемная ситуация, которая обостряет нашу слабость для того, чтобы явилась Божья сила. Божья сила, величие и мощь, сила воскресшего Христа приходит в нашей смерти, приходит тогда, когда мы умираем для себя, когда мы умираем для своего эго и для своей гордости и эгоизма. Это происходит, дорогие друзья, в проблемных, неразрешимых ситуациях. Поэтому я молюсь сейчас и благословляю всех тех людей, которые переживают данную ситуацию. Может быть, вы сегодня стоите в неразрешимых проблемах, и вам кажется, что просто катастрофа, просто вы подошли к какому-то обрыву. Дорогие друзья, Господь способен протянуть свою любящую, заботливую отцовскую руку именно в тот момент, когда чудеса невозможны. Вы знаете, чудо происходит тогда, когда есть проблема, и мы нуждаемся в нём. Большие чудеса происходят тогда, когда чудеса невозможны. Давайте будем уповать на Господа, больше всего хранимого, хранить сердце своё и адекватно реагировать на любые ситуации. И храня в своём сердце великий мир, радость и праведность. Да будет это всё с нами. Аминь.